Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. 4 мая и давайте начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар мы видим то, что пара не смогла ни вчера, ни предыдущую торговую сессию во вторник обновить максимумы 1.09.15, максимумы которых были 28 апреля и 26 апреля. Подошли вплотную к данному уровню и, как во многих боковых движениях, при подходе к уровню сопротивления мы видим нисходящее движение уже в область поддержки. Соответственно, на текущий момент уровни остаются прежними. Для продолжения восходящей тенденции необходимо уйти выше отметки 1.09.50. Для продолжения нисходящего движения уйти ниже отметки 1.08.51. На текущий момент корректируемся к уровню поддержки. Основная тенденция на текущий момент остается на повышение, но отслеживая более крупный таймфрейм, мы с вами можем ожидать затяжную коррекцию, которая может составить порядка 150-200 пунктов и уже последующее продолжение восходящего тренда. Пара британский фунт, американский доллар, сегодня уже с открытия обновляют минимумы, которые были показаны на этой неделе, особенно минимум 2 мая, значение 1.28.64. И на текущий момент мы видим уход ниже данного уровня, что в свою очередь может нам говорить о пока только предпосылках начала нисходящего коррекционного движения по паре британский фунт. Напомню, здесь как минимум должна закрыться одна свеча, одна часовая свеча за данным уровнем, для того, чтобы мы получили подтверждение начала нисходящей тенденции. Напомню, что также тренд основной остается на повышении по британскому фунту, поэтому данное движение может являться коррекцией в рамках более крупного тренда. Поэтому на текущий момент, если кто-то отслеживал покупки, то пока необходимо взять паузу для восстановления тренда на повышение, завершение нисходящего коррекционного тренда по часовому таймфрейму. Пара австралийский доллар и американский доллар продолжают свое нисходящее движение. Вчера были обновлены локальные минимумы, ушли ниже отметки 74.39, соответственно, на текущий момент тенденция на понижение австралийского доллара остается в приоритете. Ближайший коррекционный уровень остается на максимуме. Вчерашняя торговая сессия это 75.46, на текущий момент это порядка 150 пунктов от текущей цены, поэтому здесь имеет смысл рассматривать ситуацию на вход только после коррекции, потому что в ином случае уровень стоп-лосс получается довольно-таки большой. Пара американский доллар и канадский доллар продолжают также свое восходящее движение и на текущий момент до обновления локальных максимумов в области 37.57 коррекционный уровень остается на отметке 1.3645. Пара доллар-иена также продолжает свое восходящее движение, сегодня с утра уже обновили локальные максимумы, поэтому на текущий момент уровень коррекционный может быть перемещен на минимум. Вчерашней торговой сессии область 111.95, именно преодоление данного уровня на часовом таймфрейме может нам сказать о начале коррекционного движения по данному активу. Пара евро-фунт продолжает свое восходящее движение, ближайшая цель это уход выше отметки 84.83, а ближайший коррекционный уровень находится на минимуме вторника 84.22. Индекс DAX сегодня с утра обновляет локальный максимум, дошли до, вновь обновили исторические максимумы 12.564 максимальное значение, которое было сегодня. И в рамках текущего дневной тенденции уровень разворота мы можем отметить на минимуме вчерашней торговой сессии, это 12.476 минимум, который был зафиксирован вчера. Золото продолжает свое нисходящее движение, дошли сегодня до отметки 1233 доллара за тройскую унцию, ближайший коррекционный уровень по данному инструменту находится на значении 1257 доллара за тройскую унцию. Поэтому если говорить о покупках, то только после преодоления данного ценового значения. Нефть марки Brent также продолжает свое нисходящее движение на текущий момент, но локальный минимум вчера обновлен не был, посмотрим возможно нефть сделает это сегодня. Для того, чтобы мы смогли переместить наши коррекционные уровни уже по ходу движения цены, но на текущий момент он остается все так же на максимуме 2 мая, значение 51.78. Ну и индекс доллара, индекс доллара как раз то, что мы видим прямо сейчас, пытается уйти выше отметки 99.26, это тот уровень, тот диапазон, который мы отмечали ранее. Уход и закрепление выше данного значения открывают предпосылки на начало коррекционного восходящего движения по индексу доллара. И ближайшая цель это отметка 99.80 по данному движению. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, с вами был Исаков Роман и увидимся на следующих обзорах.